давайте продолжать смотрите мы обсуждали разные типы поведения решения дифференциальных уравнений и в принципе если говорить про предельное поведение то есть про то что происходит когда время становится очень большим то до сих пор мы встречались в общем с двумя типовое поведение предельное поведение решений дифференциальных уравнений а значит вот пока что мы обсуждали такие типы что может происходить когда время стремится к бесконечности ну во первых может произойти какой-то уход на бесконечность и это тот случай который мы сейчас не рассматриваем значит уход на бесконечность давайте мы сейчас будем считать что у нас система как бы динамика происходит в каком-то ограниченной области фазового пространства за пределы которой фазовые фазовые кривые не уходят значение параметров не становится допустим слишком большим поэтому уход на бесконечность не происходит вот что может происходить в этом случае есть следующие варианты а какие собственно говоря мы знаем варианты что может происходить с решением сейчас опять же речь нет про автономные дифференциальные уравнения мы не рассматриваем не автономный случай какие еще кающую предельную динамику какую же предельную динамику вы знаете могут стремиться к особой точке можете мисс к особой точке до положение равновесия она же особая точка действительно стремится на может по-разному может стремиться как-нибудь вот так допустим как узел может стремиться как-нибудь вот так как фокус но в любом случае если мы посмотрим на то что происходит мы подождем очень много времени посмотрим на то как устроено наше решение если мы просто построим график допустим вот у нас есть какая-то компонента решения допустим x1 от а по горизонтали т то в пределе это просто здесь может как мы допустим колебаться но в пределе получается просто прямая просто постоянное решение вот значит это первый вариант какой еще вариант вы знаете что еще может происходить с решениями да еще бывают предельные циклы ну или так или иначе не обязательно предельные но раз мы говорим именно про предельное поведение траектории давайте напишем что это именно предельные циклы предельные циклы это соответствует картинке которые мы рисовали когда рисовали мифорка цендронного хопфа значит у нас есть какая-нибудь вот такая вот штука траектории стремятся к какой-то замкнутой траектории или если рисовать зависимость икса от времени какой-нибудь компонента опять же допустим первую компоненту возьму вот это будет соответствовать тому что вот у нас были сначала какие-то допустим какая-то динамика и колебания потом эти колебания становятся все более и более периодическими все более-более похоже просто на график периодической функции значит предельные циклы это периодические колебания хорошо а что еще может быть может ли еще что-то быть на самом деле в некотором смысле ничего другого и быть не может если мы говорим про уравнение на плоскость а значит фазовом пространстве ну давайте так самого начала фазовом пространстве размера 1 размерности 1 нет ничего кроме положения равновесия предельных циклов ну давайте так напишу в типичном случае что означает в типичном случае дело в том что на самом деле фазовом пространстве размерности 2 могут быть еще такие немножко странное предельное поведение вот представьте себе что у меня есть такая система ну можно начать с фазового портрета математического маятника и там есть вот такие вот ну или давайте даже не математического маятника а просто какой-то системы как консервативной системы да у которой есть устойчиво неустойчиво положение равновесия вот какого-нибудь такого типа картинки мы такой рисовали какие-нибудь вот такие значит и ну вот на этой картинке все фазовые кривые замкнутые но можно представить себе что я эту картинку немножко пошевелил а именно просто немножко повернул векторы ну допустим вектор который торчал вот так я его взял и чуть-чуть повернул он теперь торчит вот так чуть 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 повернул все векторы по часовой стрелке а что произойдет в этом случае в этом случае в этом случае будет какая-то такая картинка вот эта вот сепаратриса которая у меня здесь выходила она не в точности попадет на ту сепаратрису из которой выходила как-то вот так вот загнется как то вот какая то вот такая вот будет динамика и вот эти вот траектории которые здесь были они тоже немножко будут вот так вот себе вести сейчас единственное что я сейчас не соображу в какую именно сторону они будут сгибаться или разгибаться в общем суть в том что вот эти вот кривые которые здесь возникают их можно как-то деформировать и ну вот эта деформация которая сейчас предложил она в целом достаточно типичная а теоретически могло бы быть вот что теоретически могла быть такая история что у нас вот эта петля сохраняется значит давайте я перерисую картинку вот здесь у нас была петля и давайте считать что у меня эта петля сохранилась значит здесь у нас по-прежнему седло динамика вот такая но при этом траектории которые находятся внутри этой петли они сматываются с вот этого фокуса значит эта особая точка стала фокусом эти траектории сматываются и устроены таким образом что они приближаются к этой петле все ближе ближе и ближе что при этом будет происходить во-первых эти решения они будут двигаться вблизи этой петли но на самом деле вблизи этой петли они будут проводить не очень много времени дело в том что если они двигаются очень близко к этой петле то они должны проходить очень близко к положению равновесия вот этому седлу а поскольку это положение равновесия то когда вы двигаетесь вблизи него вы двигаетесь с очень маленькой скоростью поэтому мы будем значит динамика будет устроена так что мы будем во-первых становиться все ближе и ближе к этому седлу а во-вторых жить рядом с ним все дольше и дольше то есть динамика будет устроена таким образом что мы долго-долго-долго проходим где-то вот здесь потом быстро делаем вот такой оборот вокруг петли потом снова долго-долго-долго еще дольше чем в прошлый раз проводим здесь снова делаем быстрый оборот тут и так далее если нарисовать что здесь происходит то это будет выглядеть примерно так значит вот мы долго-долго-долго живем вблизи этой петли потом проходит вот такой всплеск потом мы еще дольше живем вблизи этой вблизи этого вблизи этого седла снова всплеск и так далее причем вот эти вот продолжительность вот этого движения вблизи седла она становится все больше и больше по времени вот такая штука тоже возможно и это в общем и вроде как не совсем периодическое движение потому что ну вот эти вот штуки они конечно повторяются вот эти проходы по петле но при этом при этом расстоянии между ними все увеличивается-увеличивается то есть расстояние по времени и поэтому получается не периодическая функция вот ну вот такая вот картинка тоже возможно это пример штуки-то называется полицикл потому что он состоит как бы из двух кусочков из двух траекторий траектории, которая отвечает петле и траектории, которая отвечает Отвечает самому положению равновесия. Поэтому поле сложно составное. Но я хочу сказать, что вот эти штуки, полициклы, они не появляются в типичных системах. А именно для того, чтобы такая штука появилась, нам нужно было, чтобы вот эта траектория, которая вот с этой стороны возникла как сепаратрица седла. Когда мы ее продолжаем вот сюда, чтобы она бы в точности воткнулась вот в эту вот другую сепаратрицу седла. Значит, вот эти вот два направления, они, в общем, определены самим седлом. И если я чуть-чуть пошевелю мое векторное поле, например, вот здесь где-нибудь, то мне очень легко будет эту траекторию разомкнуть и получить какую-то картинку, ну, типа той, которую я раньше здесь рисовал, а потом сделал. Вот. Поэтому полициклы, в принципе, существуют, но не встречаются в типичных системах. Полициклы можно всегда разрушить в малом шевелении. И поэтому они менее интересны для нас. Вот. И дальше, ну, собственно говоря, вот это утверждение, которое я вот здесь сейчас сформулировал, о том, что в типичном случае в размерности 2 нет ничего, кроме равновесия предельных циклов, это один из способов сформулировать, сформулировать так называемую теорему Панкре-Бен-Диксона, она, в принципе, не так, чтобы шибко-сложно доказывалась. Я ее даже когда-то рассказывал на похожем курсе, но сейчас, наверное, не буду этого делать. В общем, предлагаю поверить, что действительно в пространстве, в фазном пространстве размерности 2 ничего более сложного не бывает. Вот. А дальше возникает вопрос о фазном пространстве. А что бывает в фазном пространстве размерности 3? Как вы думаете? Как вы думаете? Как вы думаете, какое, в принципе, предельное поведение может быть в этом пространстве? Можно думать не о предельном поведении, а можно думать об аттракторе. Аттрактор – это как раз вот это множество в фазовом пространстве, к которому стремятся траектории. Например, вот здесь аттрактор – это положение равновесия, а вот тут аттрактор – это вот этот предельный цикл. Значит, как вы думаете, какими могут быть аттракторы в пространстве размерности больше 2, в пространстве, например, размерности 3? Ну, по идее, какие-нибудь поверхности замкнутые, наверное, как шар, но сфера. Ну, да, теоретически можно изготовить систему, у которой будет аттрактором сфера. Или могут быть, например, аттракторы, скажем, такие вот торы. Это то, что вполне себе может встречаться. Сейчас я разучился рисовать тор, сейчас снова научусь. Вот так рисуется тор. Значит, можно себе представить систему, которая аттракторит, например, тор. Значит, вот у вас траектории приближаются к этому тору, ну и дальше как-то там вблизи этого тора крутятся, как-нибудь вот так вот, например. Вот. И тут, на самом деле, возникает отдельная наука про динамику дифференциальных уравнений на торе, числа вращения, отображение план-коры. В общем, много всего интересного в языке Арнольда. Вот. Действительно, могут быть аттракторы, которые выглядят как какие-то поверхности. Ну, или, как говорят, многообразие. Это некоторое обобщение предельных циклов. В общем, было бы логично ожидать что-нибудь в таком стиле, что вот, значит, у нас есть одномерное пространство, в нем никаких интересных поверхностей не бывает, бывают просто вот точечки. Есть двумерное пространство, на нем можно рисовать всякие кривые. Но если рисовать замкнутые кривые без самопересечений, то они все будут выглядеть, ну, более-менее, как окружности, как бы топологическая окружность. Да, просто такие замкнутые кривые. Ну, в трехмерном пространстве, в принципе, поверхностей разных больше, чем в двумерном пространстве. Да, можно рисовать там торы, можно рисовать какие-то крендели. В общем, тут возникает некоторый простор. Но оказывается, что в пространстве размерности 3 бывают аттракторы, которые не являются поверхностями. Значит, эти аттракторы называются странными. И это такой кусок этой науки, который в какой-то мере был обнаружен в середине прошлого века. И он был обнаружен довольно быстро, был очень сильно популяризован. Странные аттракторы перешли со страниц математических журналов на страницы всякой такой научно-популярной прессы. И как раз мы попробуем сегодня немножко про них поговорить. И я хочу сказать, что это самое понятие странного аттрактора оказалось также связано с понятием динамического хаоса. Что такое хаос, я сейчас покажу на какой-нибудь системе, например, на двойном маятнике. Ну или давайте начнем все-таки со странного аттрактора. Значит, мне нужно... Сейчас есть какая-то очень хорошая визуализация. Ну окей, давайте посмотрим на эту. Так... Значит, вот сейчас у меня визуализируется система, которая называется аттрактором Лоренса. Это система в трехмерном пространстве. И поэтому, видите, у меня картинка крутится постоянно, просто чтобы посмотреть на него с разных сторон. и она состоит, ну, как бы, в первом приближении он состоит как бы из двух таких лепесточков. Но на самом деле эти два лепесточка, они каким-то довольно хитрым и замысловатым образом вот здесь вот связаны, как бы склеены друг с другом, складывается впечатление, что это просто такая ленточка, которая вот... Сейчас покажу, где, которая вот здесь вот как бы приклеивается. Вот у нас здесь одна лента, а тут как бы к ней приклеивается другая лента. Но на самом деле мы понимаем, что если бы, ну, как бы, теряемость считывания неистанности решения дифференциального уравнения нам гарантирует, что фазовые кривые друг с другом склеиваться не умеют. Поэтому, на самом деле, здесь происходит не просто приклеивание одной ленточки к другой, а что-то гораздо более странное. И это, во-первых, это пример именно странного аттрактора, то есть это штука, которая не описывается как какая-то поверхность типа Тора или сферы или еще что-то в этом роде. А с другой стороны, это такая штука, которая демонстрирует хаотическое поведение. Чтобы увидеть, что это означает, мне, видимо, нужна какая-то другая визуализация. Сейчас найдем. Давайте я просто, наверное, открою статью в Википедии. Там должен быть пример. Спасибо. 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 Вот. Смотрите. Давайте я сейчас восстановлю. Значит, вот я запустил этот самый странный аттрактор, вот у меня точечка движется. Давайте мы в какой-то момент, вот я сейчас нажму на кнопку Round, и мы создадим две точки, которые очень близки друг к другу. Значит, вот они стартуют примерно из вот этого же положения. И давайте посмотрим, что будет происходить через какое-то время. Вот уже заметно, что это две отдельные точки. И хопа. Смотрите, у нас эти две точки живут как бы каждой своей жизнью. совершенно не видно того, что это когда-то была почти одна и та же траектория. Что это означает, почему это очень важно? Ну, дело в том, что как бы вся наша цель решения дифференциальных уравнений, она основана на том, что если мы научимся их хорошо решать, если мы знаем стартовое состояние системы, то дальше, решив наше уравнение, мы сможем понять, как эта система будет вести себя через какое-то время. То есть мы будем знать решение, по крайней мере, приблизительно, знать значение решения, там более-менее в любой момент времени. И вот оказывается, что даже если теоретически это и так, то с практической точки зрения это не совсем так. Дело в том, что начальные условия мы знаем всегда с какой-то точностью. Ну, то есть если у вас есть реальная система, даже если это физическая система, где вы можете все померить с помощью каких-нибудь высокоточных инструментов, все равно у них есть предел точности, предел чувствительности. И если это у вас не физическая система, а что-то более абстрактное, типа динамики популяции кого-нибудь, то там вы уж точно не можете аккуратно ничего померить. И оказывается, что если вы знаете начальные условия не абсолютно точно, а с какой-то примерной точностью, то это означает, что вы могли попасть не ровно в правильную точку, а где-то очень близко к ней быть. Но когда вы построите свою траекторию, то явление, которое мы здесь видим, показывает, что эта траектория, которую вы построите, она может быть ужасно далекой, ну, не иметь более-менее ничего общего через какое-то время с той траекторией, которая правильна. И поэтому у нас здесь возникает, несмотря на то, что эта система полностью детерминистична, будущее зависит исключительно от прошлого, у нас здесь возникает явление, которое, в общем, похоже на случайность. Мы не можем, формально мы можем предсказать будущее по прошлому, а в действительности не можем, потому что мы знаем настоящее прошлое только с какой-то точностью. И, собственно говоря, вот эта модель Лоренса, она появилась, потому что Лоренс пытался создать модель, которая бы описывала изменения погоды. И Лоренс, он метеоролог, он не математик. Ему была интересная математика, но, тем не менее, он не был профессиональным математиком. Но его идея была такая. Ну, вот мы знаем, что бывают системы дифференциальных уравнений, которые либо стремятся к положению равновесия, либо стремятся к периодическому какому-то решению. Но при этом... Он рассуждал так, что если мы пытаемся придумать какое дифференциальное уравнение, которое бы описывало погоду, то оно не должно обладать ни тем свойством, ни другим. Потому что погода, во-первых, не является чем-то статическим, а во-вторых, не является чем-то идеально периодическим. Погода постоянно как-то меняется, но при этом понятно, что есть какие-то сезонные явления. Мы точно знаем, что в декабре, а в среднем будет холоднее, чем в июле. Но, тем не менее, если мы пытаемся говорить про погоду в конкретный день, то это какая-то такая штука, которая, во-первых, постоянно меняется, а во-вторых, меняется не периодически. И он пытался придумать систему дифференциальных уравнений, которая обладала бы таким же свойством. То есть, иными словами, он пытался придумать такую систему дифференциальных уравнений, у которого аттрактором была бы не особая точка и не предельный цикл и не что-то похожее на это. И получилась у него вот эта система, картинку с которой я только что показал. И оказалось, что она обладает вот таким вот свойством хаотичности, который присущий погоде тоже. И, в принципе, ну вот, допустим, у нас сейчас компьютеры в огромное количество раз более мощные, чем они были, например, 30 лет назад. И, в принципе, есть такая наука, которая занимается предсказанием погоды, есть наука метеорологии. И, казалось бы, ну вот у нас компьютеры стали гораздо мощнее. И, в принципе, мы можем пытаться моделировать погоду с помощью дифференциальных уравнений, потому что это какой-то процесс, меняющийся течение времени. Почему прогнозы погоды такие плохие? Почему мы не можем предсказать погоду, но хотя бы на два месяца вперед? Вот так, чтобы точно знать, что через два месяца во вторник в Москве пройдет дождь. А вот невозможно это сделать, ровно потому, что каким бы ни были истинные уравнения, которые описывают погоду, они, ну уж, по крайней мере, не менее сложные, чем вот эта система Лоренса, которая ужасно упрощенная модель. Некоторых явлений в атмосфере, связанных с нагреванием, конвекцией и так далее. Понятно, что реальная модель гораздо сложнее, и при этом она обязана обладать таким хаотическим поведением. Вот. Ну и, собственно говоря, то, что мне хотелось бы сейчас сделать, это хотелось бы разобраться с тем, как это вообще возможно, как может быть устроен вот этот аттрактор Лоренса. Но для этого мне сейчас нужно будет немножко отвлечься от дифференциальных уравнений и перейти в немножко другую область, которая занимается изучением отображений. Но прежде чем я это сделаю, давайте я покажу еще одну систему, чтобы у вас не возникало ощущение, что математики придумали какую-то непонятную систему, и вот теперь с ее помощью доказывают, что есть хаос. Давайте посмотрим на совершенно реальную систему физическую, которая называется двойной маятник, и которая обладает таким же свойством хаотичности, как и как и аттрактор Лоренса. Значит, двойной маятник. Да, мы же мы просто, в общем, вот в аттракторе Лоренса возникает эта динамика из-за того, что в Мексике это третья переменная, которую мы на графике не видели. Да. Ну, то есть как бы вы не можете сделать аттрактор Лоренса на плоскости. Вам важно, вам важно, что у вас есть дополнительная степень свободы, что вот как бы вот эту вот картинку с аттрактором Лоренса, с двумя вот этими лепестками, которые как-то вот так вот стоят, ее невозможно нарисовать на плоскости так, чтобы траектории не пересекались. Вот в 3D они не пересекаются, это очень важно. Да, я к тому, что они просто не рисуют третью переменную, и все. Нет, ну вот те картинки, которые я показывал, собственно говоря, вот эти вот картинки, ну это просто проекция, ее можно покрутить. Вот видите, я ее сейчас кручу. Это на самом деле трехмерная картинка. А, все, хорошо. Вот, просто мониторы двумерные пока что. Вот. Значит, а вот двойной маятник, он устроен очень просто. Значит, это просто два стержня. Значит, тут, видимо, это просто два твердых стержня, можно предполагать, два массивных стержня, можно предполагать, что это как бы невесомый стержень, вот здесь груз, и к этому грузу приделан еще один невесомый стержень, а здесь еще один груз. Вот. Значит, вот сейчас вот эта вот сцепка, она сейчас зафиксирована, а вот сейчас мы ее открутим и посмотрим, как будет выглядеть динамика. Значит, ну вот, как видите, динамика выглядит довольно хаотично, чтобы это не значило. Но в житейском смысле она, ну вот так вот, если вас спросить, что будет происходить дальше через 20 секунд, например, сколько раз повернется вот этот нижний стержень относительно своей точки подвеса. Ну, сходу непонятно. И оказывается, что даже если бы мы использовали бы не свой глазомер, даже если бы мы использовали бы компьютер, который решает дифференциальное уравнение, с точки зрения, что дифференциальное уравнение здесь не шибко сложное, я их на одном из курсов просто давал в качестве домашки реализовать. Тем не менее, научиться предсказывать поведение вот такой штуки очень сложно, именно потому, что оно такое хаотическое. Видимо, он так дальше будет останавливаться потихоньку. Ну, собственно говоря, опять же, можно посмотреть вот такую визуализацию. Вот. Значит, здесь они просто показывают сам по себе траекторию двух. Сверху это обычный маятник, а снизу двойной. И сейчас здесь где-то должно быть вот. Значит, они создают 12 разных маятников, которые чуть-чуть сдвинуты друг относительно друга. и видно, что их динамика дальнейшая абсолютно непредсказуема, и даже близкие изначально маятники дальше двигаются совершенно не связанным между собой образом. Вот. Так что здесь такая же история. Значит, здесь, ну, смотрите, давайте, кстати, вопрос на засыпку. Вот в двойном маятнике какая размерность фазового пространства? То есть если бы записывали бы уравнение для описания двойного маятника, какая бы там была размерность? Сколько параметров? Ну, видимо, нам нужно две координаты для точки сцепления и две для нижней, то есть четыре. Четыре, да. Значит, а какие координаты вы имеете в виду? Ну, нам нужно понять, где на плоскости точка сцепления находится, ну, вот этих двух половинок и нижняя, нижний шарик. Ну, смотрите, например, верхняя точка, как бы, конечно, у нее есть две координаты, но на самом-то деле она не может быть в произвольных точках пространства. А, ну да, там одной только угла хватит, уже длина всегда фиксирована. Так, значит, все-таки какая размерность фазов пространства? Да, вот Кирилл написал в чате, x, y, но... Значит, нам нужно задать два угла на самом деле. Кирилл, я правильно понимаю, что x, y у вас это углы, а не координаты точек? Я имею в виду координаты точек, видимо, так что понятно. А, ну, сейчас координаты, если координаты, то... А вы какие имеете в виду координаты? Я имею в виду координаты... Ну, то есть, в какой точке плоскости находится окончание маятника, маконечника, и... Да, но у вас же ведь есть еще промежуточная точка. У вас еще есть промежуточная точка, и она тоже может в разных местах находиться. А если она не связана напрямую, то тогда для нее тоже нужно, наверное. Ну, вот, типа, она связана, поэтому... Ну, да, ну, да, нет, в принципе, окей. Так можно было бы параметризовать, да. У вас все равно, правда, остаются два варианта. Если вы зафиксировали нижнюю точку, то для промежуточной точки у вас остается два, на самом деле, варианта. Вы можете сделать так и симметрично. Вот, но это не самая лучшая параметризация. Правильная параметризация, более компактная, и в которой можно какие-то уравнения все-таки написать, это вот такая вот параметризация, когда вы просто параметризуете одну точку углом, пусть это будет θ1, и параметризуете другую точку тоже углом, пусть это будет θ2, и тогда у вас параметры будут θ1, θ2 и их производные. Опять же, поскольку у нас механическая система, механическая система пишется исходя из второго закона Ньютона, второй закон Ньютона описывает ускорение, зависимость ускорения от поведения сил, которые определяются конфигурацией, и поэтому в дифференциальном уравнении появляются обязательно производные. Поэтому, как видите, здесь фазовое пространство для двойного маятника – это какая-то четырехмерная штука, но, собственно говоря, поэтому вы не найдете таких красивых картинок с фазовым пространством для двойного маятника, просто потому что их невозможно нарисовать, в отличие от аттрактора Лоренса. То есть какие-то картинки можно нарисовать, но это не будет фазовый портрет. Ну, в общем, короче говоря, двойной маятник, казалось бы, тоже не очень сложная система, тем не менее тоже демонстрирует хаотическое поведение. И сейчас я хочу немножко поговорить про то, откуда это хаотическое поведение берется. И для этого мне нужно перейти от дифференциальных уравнений к системам, которые называются динамические системы с дискретным временем или итерированные системы функций или что-то в этом роде. А именно, давайте я про это скажу. Система с дискретным временем. Хорошо. Значит, это такая история. У вас траектория – это теперь не функция от времени, а просто последовательность. Эта последовательность, ну, там, она может быть односторонней, может быть двусторонней. Но давайте считать, что у меня, например, n целое – это время. И у меня есть xn – это траектория. И устроена она так, динамика задается таким образом. xn плюс первая равняется f от xn, где f – это просто какое-то отображение. Давай считать, что у меня все xn-ы живут в каком-нибудь пространстве. Ну, там, допустим, rk, на самом деле, не очень важно в каком. И у меня просто f – это отображение из фазового пространства в себя. Третья, иными словами, у меня просто задан закон, который говорит, как состояние в следующий момент времени связано с состоянием в предыдущий момент времени. Собственно говоря, ну, давайте я в качестве примера. Например, бывает там какая-нибудь динамика. Особенно говоря, вы с таким сталкивались. У вас, кажется, модель соло была в таком дискретном временном написана. Ну, например, можно написать логистическое уравнение, логистический рост. Значит, вместо того, чтобы писать, там, x-точка равняется что-нибудь типа x минус x в квадрате, можно сделать какую-нибудь такую штуку. xn плюс… Ну, или давайте я здесь добавлю какой-нибудь коэффициент. Не помню, честно говоря, какую букву это обычно обозначают. Ну, вот можно предложить такую штуку, которая является аналогом уравнения. x-точка равняется… И это уравнение логистического роста. Если помните, у нас была такая история, что вот у нас есть x-точка равняется x. А сейчас мы… Ну, и это просто обычный мальтузианский рост, который по экспоненте идет. А сейчас мы добавляем некоторый эффект насыщения, что когда у нас популяция становится большой, и ей становится нечего есть, и поэтому скорость роста замедляется. Это делается добавлением вот такого вот сомножителя. И то, что у меня здесь написано, это просто прямой дискретный аналог вот этой штуки. Здесь сказано, что прирост определяется вот такой формулой. И здесь тоже сказано, что прирост популяции определяется ровно той же самой формулой. И оказывается, на самом деле, что вот уже вот эта система при некоторых значениях параметров обладает совершенно удивительными свойствами. Но про это мы, наверное, сейчас говорить не будем. Говорить мы будем про более сложную систему. Но, правда, о чем мы про это поговорим, я хочу сказать, откуда у нас вообще берутся в курсе дифференциальных уравнений, откуда у нас берутся такие системы дискретного времени. Ну, дело в том, что если у вас есть какое-нибудь дифференциальное уравнение, и там есть какая-нибудь траектория, которая проходит близко сама к себе, то вы можете создать штуку, которая называется отображением Панкаре, и которая, кажется, обсуждалась на семинарах. Обсуждалась? Было, да. Вот. Значит, я напомню, что, например, если у вас есть предельный цикл, допустим, вот такой вот, и есть какие-то траектории, ну, скажем, давайте считать, что у меня предельный цикл, у меня есть какие-то траектории, которые к этому предельному циклу приближаются. И мы можем определить отображение Панкаре, то есть взять какой-то небольшой отрезочек, провести его как-то так, чтобы он не касался этого предельного цикла, как-то пересекал бы его. И дальше у нас возникает отображение, которое называется отображением Панкаре. Мы просто берем точку с этой площадки и дальше берем траекторию, выпускаем из этой точки и ждем, пока она не пересечет эту площадку заново. Значит, если это была какая-то точка х, то вот эта точка будет p от х. И теперь смотрите, если меня теперь интересует динамика вот этой траектории, то на самом деле я могу смотреть за тем, что будет происходить дальше. Вот, например, если я хочу дальше посмотреть, выпустить теперь траекторию из вот этой точки и подождать, когда она пересечет эту площадку еще раз. Значит, давайте считать, что вот у меня изначально точка была х0, потом я построил точку х1, которая есть p от х0. Потом, если я продолжу... Простите, у меня у одного зависло, какое-то время просто не было слыша. Так, давайте я сейчас еще раз скажу. Значит, итак, мы строим отображение по анкаре. У нас, допустим, есть предпредельный цикл вот такой вот красненький. Мы строим отображение по анкаре, то есть рисуем какой-то небольшой отрезочек вблизи этого предельного цикла, так что мы пересекали предельный цикл. А дальше строим отображение по анкаре, ну вот как нарисовано. Берем какую-нибудь точку на этом отрезочке и выпускаем из этой точки траекторию и дальше ждем, когда она пересечет этот отрезок еще раз. Если она пересекла еще раз, то вот эта новая точка называется образом исходной точки под действием отображения по анкаре. Вот эта точка – это p от х0, и давайте я обозначу ее через х1. И дальше, если мы будем еще раз из этой новой точки выпустим траекторию, допустим, вот она сделает еще у нас тут оборотик, и опять дождемся, когда она вернется на наш отрезочек, то вот эта штука – это будет p от х1, и давайте скажем, что это х2. И таким образом мы получаем, что вот на этом отрезочке задана динамическая система с дискретным временем, которая создается вот этим отображением по анкаре p. И траектория, то, как ведут себя траектории этой динамической системы с дискретным временем, связано с тем, как ведут себя траектории исходного дифференциального уравнения. Ну вот, например, если мы знаем, что у нас вот эта наша последовательность, которая определяется вот так, значит, если мы знаем, что она куда-то сходится, сходится к какой-то точке х со звездочкой, что это означает с точки зрения нашей исходной системы? Ну, или давайте так, начнем вот с какого вопроса. Если точка х со звездочкой является неподвижной точкой для отображения по анкаре, то есть, если верно, что p от х со звездочкой равняется х со звездочкой, то что тогда, чему это соответствует с точки зрения нашей исходной системы? С точки зрения нашего уравнения. Ну, мы на предельном цепи. Да, это означает, что это замкнутая траектория, что вот у нас это будет х со звездочкой. Дальше. Если хн-ная стремится к х со звездочкой, то что это означает? Что делает траектория, стартующая в точке х0? Ну, вот если направление, как мы нарисовали, то как раз будет приближаться. Да, она просто приближается к предельному циклу. Ну, и даже в некотором роде стремится к этому предельному циклу. Да, то есть, смотрите, у нас есть такое соответствие между поведением вот этого отображения, точнее, траекторией этого отображения, когда мы его будем применять много раз, и динамикой нашей исходной системы. Ну, и дальше, почему это хорошо? Дело в том, что изучать отображение, ну, в принципе, отображение – это сложная штука. Но нам повезло, что у нас здесь отображение, оно определено на одномерной штуке. То есть у нас изначальное фазовое пространство двумерное, а отображение по Анкаре – одномерное, одномерного объекта в себя. И хотя отображение изучать несколько сложнее, чем изучать дифференциальное уравнение, но изучать какие-то штуки, которые определены на пространствах меньшей размерности, всегда приятнее, чем на пространство большей размерности. И поскольку сейчас мы оказываемся в мире, где нам нужно изучать дифференциальное уравнение, у которых фазовые портреты живут в пространствах размерности 3 и больше, нам очень полезно снизить размерность на единичку, перейдя от дифференциальных уравнений к системам дискретного времени. И, собственно говоря, мы именно это сейчас и сделаем, но мы сделаем это немножко в обратную сторону. А именно мы сначала поговорим про систему с дискретным временем, которая демонстрирует хаотическое поведение, а потом мы поговорим о том, как бы нам сделать такое дифференциальное уравнение, у которого динамика будет соответствовать динамике этой системы с дискретным временем. Давайте поговорим про систему с дискретным временем, с хаотическим поведением. Я начну с совсем простой системы. Давайте представим себе, что у меня система, у нее фазовым пространством является окружность. Это немножко нетипичная для нас ситуация, потому что мы привыкли к тому, что фазовым пространством является какой-то кусок РН. Но, в принципе, окружность – это тоже вполне себе хорошее фазовое пространство. Например, когда мы обсуждали математический маятник, на самом деле, если так подумать, то одна из переменных, ну, как раз угол, это переменная, которая задана, мы ее задаем как число и рисуем картинку на плоскости, но на самом-то деле это штука, которая задана на окружности, это просто угол. Мы можем много разных углов соответствовать одной и той же точке на окружности и будут соответствовать одному и тому же положению маятника. И поэтому по-хорошему фазовое пространство, допустим, матемического маятника – это на самом деле не плоскость, а цилиндр. Потому что у вас есть одна координата – окружность, а другая координата – это прямая. Мы сейчас просто будем говорить совершенно абстрактно. Вот у нас есть динамическая система, определенная на окружности. На этой окружности и есть угол в качестве координаты. И моя система устроена следующим образом. f от θ равняется 2 θ. Значит, θ – это элемент S1, S1 – это окружность. То есть это просто система с дискретным временем, которая просто удваивает угол. То есть, например, если я стартовал из точки 0, то я и буду жить все время в точке 0. А если я стартовал из какой-нибудь другой точки, вот, например, с этой точки, то вот если вот это x0, то тогда, например, следующая точка будет x1. Следующая точка мне нужно удвоить этот угол. Он будет где-то вот здесь x2 и так далее. Значит, дальше мне нужно будет удвоить этот угол, то есть попасть куда-то вот сюда. Вот это будет x3 и так далее. Потом я попаду, видимо… Сейчас, значит, здесь я… Видимо, вот сюда вот, где-то здесь будет x4 and so on. Вот. Чем замечательное это отображение? Тем, что оно ужасно простое, но зато про него сразу видно, что оно хаотическое. Ну, почему так? Потому что если я возьму две очень близкие точки… Да, пусть у меня, что возьмем, две какие-нибудь точки, то это один и то это два. Такое, что, например, расстояние между ними там меньше, чем 10 в минус… Не знаю, 10 в минус десятый. Ну, давайте пусть просто не то, что меньше, а просто вот одна равняется другой плюс 10 в минус десятый. 10 в минус десятый – это ужасно маленькая величина. Вопрос. Через сколько итераций, через сколько шагов? Давайте я тету 1, тету 2, давайте я единичку и двоечку буду где-нибудь в другом месте писать. Или давайте пусть будет не тету 1, тету 2, а как-нибудь другим буквами обозначу. Тету и фи. Значит, через сколько итераций эти точки разбегутся на… Ну, хотя бы там на расстояние 1, допустим, пятая. Да, то есть так, чтобы расстояние между ними было бы хотя бы 1, пятая. Значит, давайте смотреть. Что происходит с расстоянием между этими двумя точками при каждой итерации? Значит, есть у меня две очень похожие точки, изначально похожие. Что будет происходить с ними, если я буду действовать на них на моем отображении? Ну, расстояние тоже в два раза будет увеличиваться. Ну да, по крайней мере, до тех пор, пока это расстояние маленькое, до тех пор, пока это расстояние там меньше, чем 1, вторая. Ну, окей, значит, 1, вторая не уверена, 1, четвертая, допустим. Расстояние будет тоже удваиваться. И поэтому сколько нам нужно итераций, чтобы прийти вот к такому расстоянию? То есть мне нужно вот эту разность проитерировать сколько-то раз. На самом деле, у меня вот такая задача. Значит, у меня расстояние увеличивается каждый раз вдвое. И мне нужно сделать вот так. Ну, хорошо, больше либо равняется, чем 1,5. Да? Ну, то есть что мне нужно сделать? Мне нужно сказать, что 2 в степени n больше либо равняется. Вот такой штуки, значит, n больше либо равняется, чем логарифм по основанию 2. Вот такой штуки. Ну, давайте я посчитаю уж, сколько это будет. Да, наоборот. 10 в 10. Значит, мой компьютер мне говорит, что это примерно 31. То есть за 31 итерацию я прибью вот этот, то есть я сделаю, что вот это расстояние, которое было 10 минус 10, оно станет уже значительным. И, на самом деле, если я увеличу точность моего соответствия, допустим, в 10 раз, то есть здесь будет не минус 10, а минус 11 степень, это приведет к тому, что у меня вот это n, ну что, мне нужно будет там еще 2 или 3 итерации добавить к этому числу. И я опять разбегусь на такое же расстояние в 1,5. То есть здесь происходит то, что называется экспоненциальным разбеганием траекторий. Который гарантирует, что траектории разбегаются быстро. Так что расстояние между ними, пока именно до тех пор, пока оно маленькое, оно растет по экспоненте. Это означает, ну то есть если вы переводите это на язык погоды, то это означает, что для того, чтобы научиться предсказывать погоду там еще на день дальше, нам нужно увеличить объем данных, допустим, в тысячу раз. А чтобы на два дня дальше, нам нужно увеличить объем данных еще в тысячу раз, то есть уже в миллион раз и так далее. Вылечить точность, которая у нас есть. Вот. Ну это был такой очень простой пример. И его минус состоит в том, что вот это отображение, оно является необратимым. Оно склеивает точки, оно не является инъекцией. Значит, если мы хотим реализовывать что-то в виде отображения Панкаре, реализовывать какие-то отображения в виде отображения Панкаре, то нам нужно, чтобы это отображение было обратимым. Потому что отображение Панкаре – это отображение обратимое. Да, если вы можете пройти по траектории в одну сторону, то вы можете по этой же траектории пройти в обратную сторону, просто обратив время. И поэтому следующая задача состоит в том, что мы хотим отображения с хаотической динамикой, но при этом которое было бы обратимым. И такое отображение можно построить. Собственно говоря, я не знаю, дошли вы на семинаре до подковы с мейла или нет. Были задачки про вот такое отображение, которое квадрат там как-то режет на кусочки, а потом что-то с этими кусочками делает, растягивает и сжимает? Нет, не было. Вроде не было. Не было. Ну хорошо. Значит, давайте я тогда про это сейчас скажу. Смотрите, мы сейчас зададим отображение, которое определено на квадрате, но только не на всем квадрате. Значит, вот у меня есть квадрат, просто, допустим, квадрат от нуля до единицы. И дальше я задаю отображение таким образом. Давайте возьмем, например, у этого квадрата отрежем… Давайте как-нибудь вот так сделаем. Я его разрежу на три кусочка одинаковых, таких вот, три вертикальных полоски. И давайте я как-нибудь обозначу. Вот эту вот левую полосу я обозначу P0, а вот эту правую я обозначу P1. И теперь я рассмотрю отображение, которое определено на объединении P0 и P1. И отображаю точки снова в точке квадрата. То есть вот здесь вот оно вообще определено не будет. И отображение устроено следующим образом. Значит, во-первых, давайте я скажу, как оно определено на P0. Значит, оно берет вот эту полосу, делает с ней очень простую вещь. Во-первых, оно ее сжимает по вертикали в три раза. А во-вторых, оно ее растягивает по горизонтали в три раза. Значит, если вот здесь вот была какая-то штука нарисована, допустим, вот я тут сейчас нарисую кошку. Значит, после сжатия она превращается вот в такую кошку. А после растяжения она превращается вот в такую кошку. Вот. И теперь вот эту самую новую штуку мы положили. Значит, мне нужно ее отобразить на исходный квадрат, и я ее отображаю вот так. Я ее просто кладу. Вот сюда. Значит, это то, как действует ограничение отображения F на полосу P0. А ограничение отображения F на полосу P1 действует точно так же, с той разницей, что оно отображает, значит, оно будет делать вот так вот сжатие и вот так вот растяжение. То есть на самом деле сжатие и растяжение устроено таким же образом. Просто то, куда мы положим образ, значит, уже определяется немножко по-другому. Значит, мы вот эту вот штуку мы кладем вот так вот. Значит, никаких переворотов у нас не происходит. Единственное, что происходит, это происходит сжатие растяжения, линейное сжатие и линейное растяжение по одной оси и по другой оси. Ничего больше. Значит, давайте я нарисую тут стрелочки. Значит, вот эту P0 мы превращаем вот в эту. Значит, давайте я вот тут напишу, что эта штука называется P0''. Хорошо, давайте вот так вот покажу. А вот эта штука называется P1'. Значит, и отображение устроено, ну вот как нарисовано. Понятно, как отображение задано? Значит, это кусочно-афинное отображение. То есть каждый раз мы делаем какое-то линейное преобразование очень простое. На каждом из вот этих, на каждой этих двух половинок мы делаем простое линейное преобразование. Ну и плюс еще дополнительно вот эту вот половинку мы после этих линейных преобразований еще сдвигаем так, чтобы она легла вот сюда. То есть вот эта точка, чтобы была неподвижна. Окей? Значит, вот это отображение – это некоторая вариация на тему известного отображения, которое называется подковой смейла. Это не совсем подкова смейла. Подкова смейла устроена немножко не так. Она устроена таким образом. Там мы берем отрезок, потом мы его… Не отрезок, а квадрат. Потом мы его вот так вот сплющиваем. Значит, опять же, линейным сжатием и растяжением. Потом мы изгибаем эту штуку в виде подковы. Вот так вот. А потом мы эту подкову кладем на наш квадрат. Вот так вот. Вот. Наше отображение на самом деле устроено похожим образом, но здесь есть некоторые технические изменения, которые на результаты принципиально не влияют, но при этом позволяют сильно упростить анализ. Вот. Смотрите, давайте теперь немножко посмотрим на это отображение. Давайте поймем, например, вот какую вещь. Значит, наше исходное отображение, отображение F, определено на объединение вот этих двух полос. А вот здесь посерединке оно не определено. На каком множестве определено отображение, которое называется композиционным квадратом F? То есть это отображение, которое получается в результате вдвойного применения F. Значит, как устроено это множество? Давайте я еще раз нарисую картинку с исходным. Значит, вот у нас полоски, вертикальные полоски. И вот у нас горизонтальные полоски. Значит, вот отображение, которое переводит вертикальные полоски в горизонтальные. Итак, значит, какова область определения отображения F в квадрате? То есть нам нужно посмотреть, какие точки обладают таким свойством, что если мы подействуем одной итерации, то мы попадем в ту область, где определенная вторая итерация. Как вы думаете? Давайте смотреть. Давайте возьмем всю вот эту полосу. И давайте задам вопрос. Правда ли, что из всех точек этой полосы я могу сделать два шага с помощью моего отображения F? То есть, что если я возьму какую-то точку из этой полосы, подействуя на нее отображением F, то я получу снова точку, на которой я снова могу подействовать отображением F. Правда это или нет? Ну-ка интересно. Ай, куда убежала? Могу ли я? Эта штука не дает мне по-разному. Так, сейчас что-то у меня все отключилось. Так, ну что, есть какие-нибудь идеи? Меня слышно? Или я отключился? Да, да, слышно. Но если я правильно понял, то только вот угловые квадраты можно два раза подвинуть. Угловые квадраты что? Да. Ну, вот точки из угловых квадратов, к ним дважды применяется это отображение. Вот к этим точкам. Но смотрите, вот давайте посмотрим на этот квадрат. Что с ним произойдет, во что он перейдет под действием отображения F? Значит, вот у нас была вот эта штука. Вот у нас был здесь вот этот квадратик. Так, значит, дальше мы ее, что сделаем? Мы ее сожмем. Получится вот такая штука. Дальше растянем. Получится вот такая штука. Да, это неправда. То есть вот этот вот квадратик, он на самом деле перейдет вот в такую вот штуку. Но вот в этой штуке не все точки хорошие. Не все точки находятся в области определения F. Вот эти вот точки не находятся в области определения F. А, ну, получается что-то типа мы вот эту полосу еще так же режем на полосу и берем крайнюю. Да, совершенно верно. Действительно, нам нужно просто разрезать вот эту полоску на три полоски вот такие. И нас сейчас интересуют эти две полосы. Ну, действительно, давайте смотреть, что произойдет с вот этой вот картинкой, когда я применю к ней всю вот эту операцию. Значит, во-первых, когда мы ее сожмем, мы просто получим вот такую же картинку, только вот такого размера. А когда мы ее, наоборот, разожмем по горизонтали, растянем, то как раз вот эта вот треть, она перейдет вот в эту треть. А вот эта треть перейдет вот в эту треть. И как раз чудесным образом вот эта вот серединка, она не будет захвачена. И то же самое происходит вот здесь. Логика абсолютно такая же. Здесь тоже возникают вот такие вот полосочки. То есть, собственно говоря, то, что изображено сейчас на картинке, закрашено красным, это и есть область определения F в квадрате. Ну, а дальше вы уже на семинаре посмотрите, что еще можно сказать про это отображение. Но на самом деле вещь, которую я сейчас хочу сказать сразу, вот какая, смотрите. Здесь очень важно то, что у нас вот в этом отображении есть часть, в которой мы растягиваем, что-то растягиваем в каком-то направлении. Она гарантирует как раз то, что получающаяся динамика окажется хаотической. Потому что, что означает, что динамика хаотическая? Она означает, что у вас близкие точки разбегаются. Но разбегание близких точек, это и означает, что у вас какие-то отрезочки становятся большими. То есть, что-то происходит, какое-то растяжение. И вот когда мы обсуждали здесь просто удвоение окружности, ну, у нас здесь была единственная координата, она же и растягивалась. В случае с подковой у нас теперь координаты две, и растягиваться из них будет только одна. Но, в принципе, этого достаточно, чтобы для большинства точек обеспечить, что даже если эти точки были близкими, через какое-то время они станут далекими. Просто потому что даже если они были близкими, у них, скорее всего, будут не совпадать горизонтальные координаты. И в результате последовательности итераций это маленькое несовпадение будет все растягиваться, растягиваться, растягиваться. И дальше будет это самое экспоненциальное разбегание траектории. То есть, просто глядя на определение этой подковы и замечая, что в нем есть вот такой этап, когда у нас какая-то из координат растягивается, тут мгновенно можно по крайней мере догадаться, что это отображение действительно задает нам какую-то хаотическую динамику. По крайней мере, для каких-то точек. На самом деле, здесь главная будет проблема в том, что конкретно вот то определение, которое задано так, как здесь задано, но если мы думаем про то, что будет происходить, когда мы ее будем итерировать, то окажется, что не для всех точек все эти итерации определены. Но, тем не менее, это вот такая хорошая модель. По крайней мере, на тех точках, для которых все итерации определены, там динамика будет хаотическая. А на следующем занятии мы построим дифференциальное уравнение, у которого как раз вот это отображение подковы и будет некоторым отображением Панкаре. И эта система связана с системой Лоренца. Она как раз дает некоторую модель для системы Лоренца. Мы как раз увидим, откуда возникает хаос в системе Лоренца. Вот. И вроде бы все на сегодня. Есть ли вопросы? В итоге я не очень понял. Если мы будем много раз в композиции делать это отображение, то там же какой-то очень странный набор точек будет, для которого это все определено. Да, это будет очень странный набор точек. Да, называется контровое множество. И это правда. Но, тем не менее, там будет уйма точек. Их там будет целый континуум, на которых она все-таки определена. И типа все это обратимо будет? Ну, если ограничить на некоторое специальное множество, то это будет обратимое отображение. Окей, спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо, до свидания. Спасибо. Вот. Так что теперь можно повозиться с подковой Смейла. А в следующий раз я расскажу, как ее реализовывать. Но мы в тот раз не успели. Я понял. Ну и хорошо. Это может быть даже и лучше. Просто это...